Казахстан будет поставлять в Россию по 100 тысяч автомобилей в год. Такое амбициозное заявление в ходе заседания Общенациональной коалиции провластных партий сделал первый заместитель премьер-министра Бахаджан Сагентаев. Ну и чтобы присутствующие не подумали, что все это всерьез, вице-премьер подкрепил свои слова шуткой. По планам наших производителей, где-то к 2020 году уже почти под 100 тысяч автомобилей мы должны будем поставлять в Российскую Федерацию. Мы раньше не то, чтобы поставлять, мы вообще не производили. Только мы покупали из России жигули, волги, москвичи, о другом не говорили. В этой связи, пожалуйста, я так походу вспомнил анекдот, чтобы это там разрядить. В поезде еду, там купе, там пассажиры, представляются друг другу. Один говорит, Микола, запорожец. Второй говорит, Андрей, москвич, ну там казах сидел, сидел, говорит, хайрат, говорит, ланг-крузера. Поэтому мы будем производить свои Тойоты, свои Шкоды, свои Ниссаны, свои Рено, и будем поставлять в Российскую Федерацию, в Белоруссию и в разные другие страны. Экономист Жангильдэ Шимшиков оптимизма вице-премьера не разделяет. Говорит, так называемая евразийская интеграция несет угрозу прежде всего для экономики Казахстана. Потому как страна за 22 года независимости так ничего и не производит, оставаясь сырьевым придатком. Будет ли нуждаться российский автопром, который в разы больше в казахстанских машинах, ответ очевиден. Даже если бы взаимодополняли бы российская экономика и казахстанская экономика друг друга, но тем не менее тут просто договоренности не срабатывают. Потому что россияне работают с позицией силы. Жираф большой, ему видней. Десятки раз, десять раз больше экономика, чем наша. И вот эти десятикратные преимущества, в данном случае преимущества размеров и объемов производства, сказались на том, что от Таможенного союза экономика Казахстана только проиграла. А если это будет продолжаться дальше, то мы только будем служить рынком для российского не самого высокого качества продукции. Этот подарок, свой профессиональный праздник, день первого президента, Ельбасы принял лично. Эко-такси на базе южнокорейского кроссовера на султану Назарбаеву подогнали столичные чиновники. Вся фишка казахстанского ноу-хау только в том, что машина работает на газу, да и собрана на местном заводе. Лидер нации на минуту занял место пассажиров в скромном по сравнению со служебным лимузином такси. Занимаясь чисто сборкой привозных автозапчастей, казахстанские власти внушают обывателю, что в стране действительно функционирует полноценный отечественный автопром. На самом же деле речь идет в основном о корейских и российских малолитражках эконом-класса. Сами же представители властного Олимпа, которые так часто призывают поддержать отечественного производителя, предпочитают машины, которые рядовым казахстанцам просто недоступны. Продолжение следует...